Добрый день дорогие друзья! Сегодня расскажу и дам некоторые рекомендации о том как выращивать малька и крометчих аквариумных рыбок. Эти советы будут актуальны для выращивания практически любых мальков аквариумных рыбок. За исключением пожалуй только некоторых видов. Ну вот мы добились нереста рыб и из икры вывелись крошечные рыбки. Как только малек поплыл он начинает питаться. Мальки и крометчих рыб довольно маленькие и соответственно им нужен корм соответствующих размеров. Начинать кормить такого малька необходимо инфузории туфелька. Как ее разводить полно различных видео и статей в интернете. Также можно начать кормить малька простым яичным желтком. Так как в этот раз мне было просто лень возиться с инфузорией я начал кормить малька разбора гетероморфа простым яичным желтком. Берем обыкновенное куриное яйцо которое продается в продуктовом магазине и варим его вкрутую. Из сваренного яйца нам потребуется только его желток. Желток можно поместить в небольшую емкость и хранить в холодильнике. С помощью детской кисточки размельчаем небольшое количество желтка и небольшими порциями даем малькам в аквариум. Кормить малька необходимо 4-5 раз в день. В аквариум с мальком желательно поместить от 10 до 20 штук обыкновенных улиток, чтобы они подъедали остатки не съеденного мальком корма. В аквариуме с мальком необходимо поддерживать чистоту и температуру воды и следить за тем чтобы вода в аквариуме не портилась. Для этого желательно не менее двух раз в неделю подменивать одну треть воды в аквариуме на свежую и тщательно собирать на дне остатки не съеденного корма и другие продукты жизнедеятельности. Через неделю малек подрастет и можно будет переходить на более крупный корм такой как науплии артемии. Яйца артемии продаются в зоомагазинах. Для того чтобы получить науплии артемии нам необходима небольшая емкость. Для этого можно использовать даже обыкновенную трехлитровую банку. Наливаем в банку воду из-под крана. В воду кладем 2-3 столовые ложки поваренной соли. Потом кладем в эту же банку примерно одну чайную ложку яиц науплии артемии. Помещаем в банку распылитель от кислородника и включаем кислородник. При комнатной температуре науплии артемии выведутся примерно через 36 часов. Потом с помощью обыкновенной груши набираем воду из емкости со скоплением артемии и процеживаем воду через обыкновенную ткань. Вся артемия останется на ткани и даем проголодавшись малькам. Когда малькам будет месяц их уже можно спокойно начинать кормить измельченными сухими кормами. И не забываем поддерживать чистоту аквариума. Можно переходить на 2-3 разовые кормления рыбок. Вот в принципе и все что я хотел рассказать вам сегодня. Кому понравилось видео ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Задавайте интересующие вас вопросы. Субтитры сделал DimaTorzok